Пищевод связывает глотку и желудок, выполняет моторно-эвакуаторную, секреторную, барьерно-защитную функции. Служит для транзита пищевого комка из глотки в желудок. В этом видео мы рассмотрим поперечный срез пищевода собаки. Строение стенки пищевода соответствует общему плану строения пищеварительной трубки. В ее составе три оболочки – слизистая, мышечная и наружная. Слизистая оболочка состоит из четырех слоев. Эпителий – собственная пластинка, мышечная пластинка и подслизистая основа. Мышечная оболочка состоит из двух слоев мышечной ткани и наружная оболочка. Поверхность слизистой оболочки рельефная. Здесь присутствуют продольные складки. В образовании складов принимают участие все четыре слоя слизистой оболочки. И эпителий, и собственная пластинка, и мышечная пластинка, и подслизистая основа. Эпителий – многослойный, плоский, не роговевающий. Состоит из трех слоев – базального, шиповатого и поверхностного. Подробную информацию о данном эпителии вы можете посмотреть в соответствующем видео в плейлисте «Первое итоговое занятие». Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой видны выводные протоки собственных желез пищевода. Особенностью этого слоя является наличие немногочисленных кардиальных желез в области перстневидного хряща и области перехода в желудок. Но на данном препарате кардиальные железы отсутствуют. Мышечная пластинка состоит из одного слоя продольно расположенных гладких миоцитов. Особенностью строения является фрагментарность этой пластинки в начале пищевода. В дальнейшем пластинка становится сплошной. На данном препарате мышечная пластинка однослойная, не сплошная, а состоит из продольных пучков гладких миоцитов. Подслизистая основа состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Особенностью является наличие собственных желез пищевода, обрабатывающих слизистый секрет. Значит, концевые отделы состоят из крупных бледно окрашенных клеток мукоцитов, ядра которых смещены в базальную область клеток. Обратите внимание, это концевой отдел, это выводной проток. Мышечная оболочка состоит из двух слоев мышечной ткани. Внутренний циркулярный и наружный продольный. Особенностью мышечной оболочки является то, что в верхней трети пищевода она состоит из поперечно-полосатой мышечной ткани. В средней трети смешанная поперечно-полосатая и гладкая, а в нижней трети гладкая мышечная ткань. В данном случае гладкая мышечная ткань. Так как это срез пищевода собаки, то внутренний слой продольный, а наружный циркулярный. У человека наоборот, внутренний слой циркулярный, а наружный продольный. И наружная оболочка адвентициальная, то есть состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Мезотелей отсутствуют. В верхней части до диафрагмы это адвентициальная оболочка, ниже за диафрагмой серозная. Здесь наружная оболочка адвентициальная, то есть состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Мезотелей отсутствует. Сирозная оболочка состоит также из рыхлой волокнистой соединительной ткани, но снаружи она еще покрыта мезотелием. Напомню, что мезотели это однослойный плоский эпителий. Итак, коротко, на данном препарате необходимо различать. Просвет пищевода. Три оболочки слизистая, мышечная и наружная. Продольные складки, образованные всеми слоями слизистой оболочки. Слизистая оболочка. Многослойный плоский неороговевающий эпителий, выстилает пищевод изнутри. Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Здесь в ней видны выводные протоки собственных желез пищевода. Мышечная пластинка состоит из одного слоя пучков гладких миоцитов. Будьте внимательны, различайте их от окружающей рыхлой волокнистой соединительной ткани. Вот они. Не на каждом препарате они выражены хорошо. Подслизистая основа. Состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Содержит концевые отделы собственных желез пищевода. Концевые отделы собственных желез пищевода, слизистые, состоят из клеток мукоцитов. Мышечная оболочка. Два слоя гладкой мышечной ткани. Внутренний продольный, наружный циркулярный, так как это пищевод собаки. Наружная оболочка адвентициальная состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. И не забываем про кровеносные сосуды, вены и артерии.